Нет, стой! Стоять! Стоять! Вообще, мы уже в аэропорту. Ты такая уставшая. Максимально такая, боже, опять куда? Да. Максимально такое состояние. Нет, знаете, вот этого предвкушения поездки. Вот, но я думаю, когда мы туда прилетим, мы, кстати, летим по Сечию. Когда туда прилетим, будет это настроение поездки. Мы еще не выспались, поэтому... Да, время вообще сколько. Короче, у нас скоро уже вылет, а мы пойдем кушать. Мы приехали, и пока стоим в подошве. У меня очень сильно заложило уши от самолета. Прям кипец, я вообще ничего не слышу. Мы еще не можем понять, какая квартира именно наша, потому что тут не написано номерки. Пипец. Надеюсь, мы сейчас зайдем. В общем, ром-тур. Блин, тут так красивенько. Пипец. Здесь еще очень добрые люди. Мы ехали в такси. И прям все такие милые. Редактор субтитров А.Семкин Мы уже кушаем. Тут все такие добрые. Начиная просто от таксиста. Заканчивая, не знаю, Даташу. Заканчивая, девушка, которая нам скинула деньги обратно. Часть денег за квартиру мы отправили. Она нам скинула такая вот вам на чашку кофе и пирог. Пипец, как миленько. Тут все очень-очень добрые. И вообще, я такого пока нигде не видела, чтобы так круто относились к гостям. Вечер разбирает свои. Мы когда ездили в Питер, там в отеле были беруши. Но в итоге их сейчас с собой взяла. Ору. Короче, вышли. Дела постоят вот так. На самом деле, немножко стрёмненько, потому что тут тёмная улица. Мы вообще не в знакомом городе. Ктреш. Идём гулять и кушать осечинские пироги. Мы, короче, в кафе уже, правда, всё съели. Очень вкусные селезнодорожные пути. Они сейчас проходят. Ну, сейчас-то просто... Ну, типа, не катаются. Раньше ездили поездать по всей Европе через вот эту улицу. Поэтому и называется проспект мира. В общем, мы вышли сейчас, собрались на... Нет, это на сноуборд. Ехать полтора часа где-то, да? Или два часа в доме. Очень офигенная погода. Прям очень-очень тепло, как будто весна. Хотела бы жить на Манхэттене и с Доми Мор делиться секретами. А он просто диджей. В общем, мы пришли в кафешку. Это очень красивенько. Собственное название. Я думаю, что заказать. Скорее всего, возьму горячий шоколад. И хочу вот эту пиццу. Смотрим. Ценим. Очень вкусный горячий шоколад. Пиццу я попробую. Пиццу я попробую. И вообще, просто не знаю, что... Это очень круто. Очень красиво. Очень-очень-очень. Мы на такси не смогли доехать до места. В итоге идем сейчас пешком. Боже, тут очень красиво. Короче, я в кроссовках вообще. Мы идем в гору. Чисто реально фитнес. С Улесей. Жесть. Мне кажется, мы придем. Я просто там уже лягу где-нибудь. И скажу Даше. Нафиг. Нафиг, Катаня. На сноуборд. Катаня. Мы с ними, которыми привыкли, знаешь. Да. Нафиг. Нет. Стой. Стой. Стой я. Вернись, и я направлю. Посмотрите. бразды правления перешли мне рассказываю в общем а мы ехали на такси была машина лада гранты и соответственно она не смогла проехать вот и так водитель душка останавливался все люди тут они давал нам время пофотографироваться да вот и главное мы его не просили и такой идите фоткать мы такие офигеть дал время нам точнее даже сделал больше он там горку несколько раз попытался въехать в итоге въехал вот еще чуть-чуть нас привез он такой давайте вы сходите наверх если долго идти то я вас тут не оставлю что-то придумаю ну короче пипец и нас еще не было интернет чтобы перевести ему деньги и мы сидим сзади обсуждаем это между собой он говорит вы что я за денег вы не переживайте я вам доверяю вот просто сфотографируйте вот и все фотографируйте карту не могу тут очень красиво просто мне хочется снимать каждый метр наш такая малышка по сравнению с этими горами я прошла в туалете только что я там переодевалась нам осталось покататься минут 15 потому что канадки работают до пол четвертого время 3 просто по-братски нам надо как-то все успеть сделать поэтому отбой я еще даже еще даже не набралась на горку уже упала происходит максимальная странная вещь вещи просто потому что мы идем не знаем куда вот мы тут заблудились в итоге просто даже просто поехала на жопе на доске даша уехала без меня ром-тур короче я наступила в лужу мы не успели нифига покататься потому что канадка работает до 4 вечера мы приехали в 3 короче и мы решили тут заселить заселиться до завтра и завтра утром покататься короче две кроватки диван телик и ванна знаете что самое крутое это вид там будет ледник который сошел короче говоря где водров погиб это просто время сколько 9 мы катались на машине слушая музыку и вот пришли покушать в общем мы заказали чай и как он называется очень вкусно да если вы будете остановиться в этой гостинице в этом отеле то обязательно возьмите эту чайку проснулись в горах очень красиво боже тут прям офигеть просто мы идем в общем завтракать я спала часа два наверно то есть мы имеем все дни они бессонница 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 да можно так сказать у нас в общем тут шведский стол короче мы не в стол вообще пришли взяла сыр яйцо и в общем вот смотрите какой вид красивый у меня же рейта помнишь вот же такая же бы привет привет чисто охраняют нашу квартирку заячка пожалуйста нам нужно закрыть дверь нам еще рассказали то что тут барсы и медведи выходят ночью вот и после десяти вечера закрывают вообще отель и чтобы никто не выходил решили идти пешком до склона чтобы кататься на сноубордах потому что тут такси нет вот поэтому нам нужно будет идти мне кажется километра три не меньше зато только красивый вид бесс радует то что мы не одни такие которые идем вверх вот надо засечь сколько мы идем короче мы дошли шли 30 минут принципе не так долго но же и жарко очень мы уже поднимаемся конца и не видно вообще вот солнце палит на кого-то летом красота не описываем короче блин смотрите как красиво надеюсь не уронится телефон короче насчет подъемника мы ели на него сели потому что он прям так не да короче тут вылетаем короче рассказываю про сноуборды получается мы взяли два комплекта сноубордов ботиночки смотрите у нас стильные модные молодежные покажи свои у него щекучки гучарские бичарские бичарские вот короче у нас сколько вышло получается два сноуборда два шлема одни перчаточки 2900 это все короче вообще очень топовая мы еще правда не скотились только едем первый раз а после с ним мы свои впечатления замкнутое место нами довела то печаль колени ведомно легай налетай мы поднимаемся на высокую горку мы уже с нее скатывались но у меня лично супер напряжение сейчас вот потому что как-то я переживаю у меня в целом все ок и я как-то раскаталась и наоборот прям готов еще ездить но уже подъемники закрываются а пешком ходит такое а 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 и Стреливается странно идти одной в чужом городе, потому что, типа, вообще пустые улицы, и я реально одна. Надеюсь, меня даже никто не украдёт. И идти минут пять, я просто свернула на какую-то другую улицу, где нет людей. Ещё, блин, подскользнулась, упала, разлила весь напиток, который купила, потому что на открытии упала на свою еду. Про вчера я так не рассказала про впечатления, мне очень понравилось кататься в горах, потому что, допустим, в Москве ты едешь, спускаешься, наверное, минуты три, а тут очень длинная трасса, очень сильный наклон, очень вообще прикольно, классно, мне прям понравилось. Мы ещё взяли 15 спусков, и в итоге прокатали всего 4, прям очень устали. Короче, произошла вообще угарная история, потому что там нету, чтобы оплатить карты, то есть нужно брать обязательно наличку с собой, вот. И я переводила так, деньги за сноуборд, ну вообще за весь комплект этот, вот. И ты должен дать в залог свой паспорт. Вот, я, собственно говоря, уехала без него, потому что мне его не дали, я вообще про него забыла. Приезжаем в гостиницу, я понимаю, что я его забыла. Вот, в итоге там добрые люди помогли, и мне его вернули. Ну, в общем, я думаю, капец, было бы, если бы я о нём не вспомнила. Ну так. Время 6 вечера, мы только вышли в итоге. Да, рассказывай свои истории. А, да, почему мы вышли так поздно? Потому что ещё вчера с вечера мне было очень плохо, и я до сих пор понять не могу, чем я отравилась. Я сейчас ставлю ставки на воду, потому что до этого у меня была похожая ситуация, и у меня было уже отравление от такой именно родниковой воды. То есть тут все пьют из-под крана. Да, из-под крана. И в горах, где мы останавливались, мы тоже пили воду из-под крана, а больше у меня нет никаких домыслов. Потому что мы, ну, как бы, очень хорошие. Мы ели, мы ели, нормальные, да, которые давали. Супчики, спеканты, ещё клинчики. Если бы ты отравилась от супа, допустим, то бы все бы отравились. Только к вечеру в итоге собрались. Сейчас идём искать место, где покушать. Я заказала пиццу себе, Даша тортик. Пока мне не слепиться, я уже съела весь этот донет. Сейчас будем пробовать. В общем, мы нашли граффити с Мияги, да? Ещё раз. В общем, мы нашли граффити с Мияги. Я, правда, не знаю, потом посмотрю, что это за улица. Вам скажу, что если вы сюда приедете, чтобы тоже вышли из Фотпис тут. Сегодня мы проснулись достаточно рано. Вчера я вообще уснула пол-одиннадцатого. Меня прям вырубила. Потом в три часа ночью просыпаюсь и такая, боже, что это было. Вот. Но мы так хорошо выспались. И сейчас. И поедем монастырь, да? Да, поедем монастырь. Женский монастырь. А после этого мы поедем... Термальные источники. Короче, мы заказали. Я заказала кофе, мороженое уже съела, вкусненько. Дальше заказала сэндвич и напиток. И монголы назвали гель-гизель. Гель-гизель. Красная вода. На ихнем языке. И так и осталось. Тут же они долго жили, эти монголы. Встребили все. Привет, привет. Привет, привет. Вообще, мы приехали в термальные источники. Тут прям вообще никого не отдали. Встребили искупаться. Вообще, очень-очень круто там. Короче, посередине бассейн. Бассейн, он такой самый нормальный. Просто тепленькая водичка. Другой супер горячая. Я там просидела, потом выхожу, у меня все ноги красные. Потом пошла в холодную. У меня просто все ноги свело. Я сразу туда вышла и пошла в бассейн, который в серединке был. Вот. Но вид, конечно, вообще супер крутой. Короче, когда нужно зайти в машину. Когда-нибудь такие волосатые. Он же если, ну прям огромный. Давай уходи, пожалуйста. Он может упустить. Да, он большой. Это не год. Короче, мы вернулись с нормальных источников. И я, походу, чем-то отравилась. Даже вчера я сегодня. Мне так хреново просто. Боже. Я просто помираю. Что не так? Не знаем, от чего это. Но мне кажется, это от воды. И она мне просто не подходит. Больше не будем пить из-под крана. Короче, я не понимаю, что происходит. Заразная, убедливая. Я не понимаю. Фу, мне сейчас. Мне так плохо. Ты когда плевать будешь, тоже снимаешь? Да. Я буду с телефона поставлю. Поставлю и буду снимать. Короче, я не могу. Знаете, такое состояние, как будто у тебя какой-то человек. Я не знаю, какой-то чужой застрел. Мы вот только вышли. Время 13.30. Сегодня мы едем в горы опять. Фиагдон. Вот сейчас зайдем, наверное, куда-то попушить. Нет, мы не зайдем попушить. Мы не зайдем в Сбербан. Мы идем в Сбербан. Снимание на личный. Потому что в горах вообще нет интернета. Мне рука устала. Можно же привезти немножко так-то. Ну да ладно. И там... Что, погодите? Рука устала. И везде нужны наличные. Поэтому вот так вот. Мы приехали. Очень странно. Мы не можем найти ресторан. Тут вообще даже нет людей. Как просто мы кому-то приехали. Не знаю, тут все вымерли. Прям вообще никого нет. Где-то вдвоем. Очень холодно. Просто очень холодно. Очень ветер. Вот. Здесь, если помните, выглядели вот так вот. То есть нам нужно сюда. Поблизости такого не наблюдается. Страшно. Короче, мы все еще идем. Никуда никто не зайдет. Да, мы просто идем прямо. Потому что нам показывают, что ресторан вот тут. Но как бы... Как бы нет. Короче, очень вечер, очень вечер. Очень вечер. Очень вечер. Пироги с нами. Если все, где-нибудь присядем. Короче, у меня пахнет пирогами. И за нами увязался песик. Там какие-то движения музыкальные. Как красиво. Короче, уже максимально стемнело. Я все еще с этими пирогами. За нами просто бежит каждая собака. Потому что чувствуют эти пироги. Вот. Мы все там же. Идем куда-то. Куда-то реально. Мы просто идем прямо. Мы не можем вызвать такси. Потому что она до сюда не ходит. В общем, я не знаю. Мы надеемся на чудо. Мы сходили в монастырь. Успели на службу. Ой, так светится сильно, что я даже не вижу, куда иду. В общем, очень темно. Вообще тут даже фонарей нет. Мы идем к ресторану, чтобы оттуда вызвать такси. Надеюсь, мы отсюда вообще уедем. Вот так это все выглядит. Вот такой темно. Затем мы идем идти и показывают 15 минут. Самое вообще отвратное, что может быть, это то, что у нас заканчиваются проценты на телефоне. Прошло еще 30 минут. Вон дорога наверх. Мы не можем найти кафешку, куда нам идти. Просто не вывесок, не людей кого спросить. Мы вдвоем с Дашей в горах. Все. Опачки. И это предпоследний день во Владикавказе. Ай, господи. Даша со своими мемчиками. Я парю. Короче, мы собирались. Вот сейчас переезжаем на другую квартиру, так как мы думали сначала поехать на меньше дней. В итоге выбрали на один день больше. И тут уже нельзя забронировать квартиру еще, потому что уже другие въезжают в жильцы, поэтому мы на другую переезжаем. Вот. Сегодня планируем весь день гулять. В общем, вот мы выселились и едем в другую квартиру. Погода шикарная. Все тает. Я с этими пирогами не расстанусь. Мы приехали в гостиницу. Тут такой номер. Красивый, обычный. Мы опять перешли в Американу. Я хочу, наверное, взять сырники. Вот. И смузи. Хе-хе-хе. Субтитры сделал DimaTorzok. Слижет весь день гулять пьяный, пьяный, пьяный. Ситуация жуткая. Ситуация жуткая. Короче, у нас почему-то в квартире раз, два, трое дверей. Три двери. Очень холодно, как будто мы в Северном полюсе. Мы в какой-то непонятной лачушке. Вот. Я нашла четыре одеяла. Какой-то плед турка. Нет, это тигровый. 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 Короче, мы сейчас оденимся в куртке. Уже надели носки. И будем упаковываться. Дел. Завались. Короче. Пока. Что-то очень светло. Блин, какие-то звуки. Как у Димы Масленького говорил. Хаман-Мана. Вы меня слышите? Есть. Что? Подожди. Осетинские пироги вы меня слышите? Даже. Осетинский пирог с картофелем. Ты меня слышишь? Дайте звук. Судилет. Блин, у меня даже одеяло. 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 Турка. Спасай. Ну вообще не пахнуешь. Не пахнуешь. Блин, крутя. Я забыла. Заблюй Меня заблюй Такой каримушка, наверное, заходит Заходит, думаешь, что такая А вы тоже тут? И уходит, а что, блин, это Короче, и понимаете Короче, там дверь Очень страшно Короче, дверь прям на улицу Сразу, то есть мы как будто просто В частном доме И у нас одна комнатка Короче, какой-то пипец стрёмный Надеюсь, мы Проснёмся Всё, короче, мы собрались Уезжаем с этой квартиры Сейчас ставим вещи На ресепшене и будем Весь день гулять, кушать Вот, проводить остатки Времени тут Капец, как солнышко видно Мы пришли в луку Вот, я уже не могу Видеть эти ощественские пироги Хачапуре 180 О, мне принесли пахлаву Я жду ещё хачапурьку А дальше Торт Вкусняшка Наверное, какая Ё-моё О, боже, она так вкусно пахнет Моя хачапурька Хачапурь я тебе никогда не применяю Ни на какие Осетинские пироги Короче, чтобы вы понимали За это всё Всего 830 рублей Жесть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok